Доброе утро, день или вечер! Надеюсь, у вас все хорошо. У нас сегодня 3 декабря, третий день адвентмарафона. И давайте же сразу приступим. Опять начинаем с чая, чтобы он успел завариться. У нас по просьбам телезрителей произошла замена на поле. Сейчас вы узнаете, какая. Так, вот она, троечка. Показываю. Слодненько так открывается. Достаем. Прямо с чаем. Это ошволнительно. Сегодня у нас классика жанра Earl Grey. Это чай с бергамотом. Черный чай с бергамотом. Великолепно. Я очень люблю Earl Grey. Особенно я его люблю с молоком пить. Ну вот такой вот. Так, теперь смотрим на изменения. Дед Мороз у нас пошел в отпуск. А по заявкам телезрителей, но он немножко запотел, у нас чай будет завариваться в прозрачной посуде, чтобы видеть, как это все происходит. Всего свои любители есть. Тут прям еще какие-то, помимо этих самых оранжевых корочек, еще какие-то синенькие лепесточки. В общем, пусть заваривается. Посмотрим, до какого цвета он у нас дойдет. Конечно, обязательно. Я вам, знаете, признаюсь страшным. Признаюсь страшным. Есть такая секта. В нее входит моя мама, например. Два заварочников. Ну вот те люди, которые заваривают один чайный пакетик дважды. Ну я на самом деле никого не осуждаю, просто смеюсь. А дело в том, что тот чай, который люблю я, вот этот Гленфилд, он очень слабый. И его дважды заваривать, ну вообще никакого смысла нет. Поэтому я, в общем, смеюсь над теми, кто это делает. Я совершенно случайно некоторое время назад обнаружила, что к основному, что же это делать, в случае, когда пьет чай. Ну в общем, к чему я это? Что вот смеялась я над двузаварочниками. А вчера, в общем, так мне понравился чай с розовыми духами, что я его залила кипяточком еще раз. И вы знаете, он заварился прекрасно. То есть, несмотря на то, что здесь вкусы такие очень мягкие, нету сильной чайной горчинки, или знаете, такого ярко-коричневого цвета, как бывает таких супер крепких чаев. Но второй раз эти пакетики дорогие. Заваривать можно, совет хозяйкам. Вот, так что, вот такой, вот такая экономия у меня вышла. Два раза пупила розовый чай. Сейчас давайте мы зажжем свечу. Причем свечу мы будем распаковывать сегодняшнюю, а зажжем вчерашнюю, потому что она у меня еще совершенно даже не догорела. И когда она горит, она пахнет гораздо приятнее, чем если ее только открываешь и дюхаешь. Она пахнет мне какими-то вообще ванильными елками. То есть, как будто у вас елочный мягкий ароматизатор и ванильные, как будто, знаете, какую-то ванильные конфеты, маршмеллоу, что ли, такое. Ну, в общем, елочно-ванильный такой аромат, очень приятный и совсем не резкий, как могло бы показаться сначала. Так, здесь все зажгли. Рассказываю вам про аромат вчерашнего дня. Это вот такой загадочный джинджер-маск от Монталь. Аж видите, здесь дата написана. Видите, с октября 2016 года у меня этот маск. Это аромат для меня загадочный. Я, во-первых, хочу поблагодарить всех, кто пишет комментарии к этому адвент-марафону. Пишите больше, пишите вообще любые мелочи и какие-то пожелания, и какие-то делитесь вашими впечатлениями, потому что для меня адвент-марафон именно про это и есть, про то, чтобы разделить радости, предвкушения праздника, с людьми, потому что я прямо очень люблю это время и хочется и погрузиться, и насладиться, и поговорить об этом. И да, если что-то интересное, или какие-то пожелания, вот как, например, апгрейд посуды, то тоже пишите, попробуем, знаете так, в режиме реального времени выполнять какие-то просьбы. И что касается аромата черной кожи от Армании, замечательный, написала отзыв, мне подписчица, и что это очень интересно собирать, знаете, разные мнения разных людей. На ней этот Армании, во-первых, изначально открылся, и правда, кожей, мне не дали совсем. Я его и так и сяк, и на блотере, и на себе никак. А потом он передумал и вообще открылся розой на этой девушке. Так что, видите, по-всякому может быть, но я так поняла из ее рассказа, что красиво было и то, и это. И моя удово-ванильная интерпретация моей кожи тоже была красивая. То есть делаем вывод, что черную кожу Армании надо обязательно пробовать на коже. И, в общем, ведет она себя по-разному, но всегда красиво. Так, теперь джинджер маск. Джинджер маск тоже совершенно не звучит на мне тем, чем заявлено. Честно говоря, исходя из названия, если не читать никаких отзывов о пирамид, я ожидала чего-то совершенно откровенно мужского. Я ожидала мыльно-брильного мускуса с свежей имбирной ноткой. Но вообще не тут-то было. Убираем название, убираем возможность подглядеть пирамиды. Если бы вслепую на затест мне пришел этот парфюм, я бы там никакого джинджера, никакого имбиря бы совершенно не отгадала. Он пахнет густым, сладким парфюмом из, я бы сказала, 90-х, причем начала 90-х. Я бы сказала, желтоцветочно-амброво-медово. Потом, да, вот угадывается, что-то там есть какой-то парфюмерный, именно, знаете, такой вспомогательный компонент. Так, сначала даже подумалось от легиды. Но нет, действительно, мускус, знаете, похож на такой, как в, господи, от Изори Дориэнте мускебианку. Вот он немножко такой ретро-чисто мыльный мускус, но достаточно пушистый и сластит. И вот какой-то у него есть винтажный немножечко потой. Здесь вот чисто, чисто вот ассоциация с плотными, яркими, не совсем фирменными, честно говоря, ароматами из 90-х. Мне это нравится. То есть у меня с ним, знаете, так противоречиво. Когда я его наношу, я думаю, господи, что это вообще, зачем это, чего это. А потом, когда это расходится, и как-то ты начинаешь, в общем, во всем этом купаться, не знаю, значит, откуда там ноты заявляются, либо это вообще какая-то, знаете, большинство аромахимии, потому что там заявлены, по-моему, имбирь, ягоды, мускус, ну и практически все. Ну вот, ну не знаю, как из таких нот составили вот такое. Мне почему-то, знаете, наверное, мало кто помнит, мне почему-то в голову приходит вот чисто ассоциативный. Я не помню точно, как он пахнет. Вы помните, был такой бренд Жиль Кентюэль. Там был такой флакон в форме, как торса женщины, шляпки, что ли. Вот у них было два аромата, вот с каким-то из них он у меня ассоциируется. Но в общем и целом для меня это желто-цветочный, медово-амбровый, с на мой вкусной подложки, аромат из 90-х. С этой точки зрения познакомиться с ним очень интересно. Мне кажется, по душе он придется, либо он по-разному раскрывается на разных кожах очень сильно, что тоже я допускаю, но вот так, как совершил я, он придется по душе любителям таким, ну, в общем, людям, кто не против немножечко ретро. Но такое, тут не бабки, тут не бабки, тут такие скорее вот, знаете, эти лаковые челки, ободочки. Сейчас, кстати, опять ободочки, поэтому, может быть, и такие ароматы войдут в моду. Ободочки, что там были. Помните, был этот капор? Капор, жуть какая, господи, как вспомнишь. И вот такие штучки на бочке с махнушками. О, ну, в общем, шик и красота, но были, безусловно, элегантные женщины без капоров. Но, в общем, у кого с этим временем какие-то ностальгические воспоминания связаны, то можно попробовать, может быть, вам тоже напомнят. Если у вас есть этот аромат, обязательно пишите. Очень интересно, вдруг на комнате это действительно имбирь. И, в общем, всем разный. И в этом вся прелесть парфюмерного опыта. И я вам скажу, что я не только Катя Коробочка, но и Катя Стаканчик, видимо, потому что я решила приспособить этот стаканчик для имбура, соответственно, своих атомайзеров, которые у нас принимают участие в этом марафоне. Все, прям все в дом, все в семью. Очень удобненько. Все, наболталась я. Про духи вам рассказала. С удовольствием провела. Он тепленький, такой сладенький. Этот джинджер-маск очень подходит. У нас холодно, морозно. Очень подошел он мне на эти дни. Наверное, сама доношу этот маленький атомайзер в эту зиму. И все. Покупать флаконный желание не возникает, но он очень интересный. Так, ищем троечку. Там у нас по размеру будет маленькая посвеча. Да, я так правильно угадала. Так, что у нас здесь? Что-то ягодное. Какая-то, наверное, клюковка? Клюковка, клюковка. Но я исхожу из того, что зима же у нас и клюк в этот зимний аромат. Сейчас я посмотрю, проверю. Подгляжу. Покажу, ошиблась я или нет. Нет, я не ошиблась. Это cranberry ice. В общем, такой клюквенный аромат. Мы до него обязательно дойдем. Я думаю, что сегодня у нас догорит елка. А может быть, за сегодня и елку с клюквой добью. Ну какой же он красавец. Господи, ну какой же красивый. Вот умеют американцы продавать и не везет его. Так, убираем. Свечной заводит в стороночку. И переходим к бодишопу. Что у нас тут сегодня? Что у нас тут сегодня? Так, смотрим. Я сразу увидела прям метким глазом цифру 3. Так. Сначала достану цифру. Назадкую. Чтобы мне не мешало. Что-то такое прямо слегка увесистое. Сейчас, сейчас. Так, троечка. Здесь у нас Эммилайн Пентхерст. Она организовала женский социально-политический юнион, ну как союз, в 1903 году, для того, чтобы поддерживать кампанию за права женщин на голосование. И стала лидером цифражистского движения в Великобритании. Я про нее это знаю, потому что на всякие, на то, чтобы жить, можно сдавать экзамен на знание истории. И вот про нее там есть. Так, вот за них. Это у нас гелья душа, грушевый, juicy pear. Этот, сочная груша. Пахнет, как заявлено, сочной грушей. Офигенно, совершенно приятно. Значит, это, как это называется, рождественская лимитка. Может, набила оскомину это выражение, но тем не менее. Это лимитированное здание к Рождеству 2019. Там есть сочная груша, там есть замечательная слива и есть еще какая-то ваниль. И я спокойно отношусь к груши. Она прикольная, но просто не мой фрукт парфюмерно. Но я очень рекомендую любителям сливы купить что-нибудь сливовое у них и мешать с ванильным. Получается просто сливовый пирог. Моя рекомендация по увлажняющим свойствам. У них есть такой формат боди-йогурт. И он достаточно неплохо увлажняет, создает защитную пленочку и действительно хорошо увлажняет. И долго-долго-долго пахнет. Там у них есть также среди ассортимента с такими ароматами бодибаттер. Но мне как-то не очень подходит. Несмотря на то, что они должны быть очень питательными, мне бодибаттеры от Будешоп. Ну так, ручки помазать. А на все тело я их не очень люблю. Но вот аромат морозной сливы сочетнуть с их ванилью очень рекомендую. Получается просто, просто великолепно. Вот такой вот мой лайфхак. Не знаю, будет ли что-то здесь со сливой. Ну, хотелось бы. Но это очень здорово. Наверное, я не буду им сейчас пользоваться. Я оставлю его как формат для путешествий. Когда-нибудь же я поеду путешествовать. Вот он мне и пригодится. Очень довольна. Ну, наверное, потому что я просто люблю продукты Бодишоп. Так. Дальше. Дальше. Хочу я вас не уронить. Дальше у нас будет... Опа. Дальше у нас будет Маркс энд Спенсер. Так. Показываю. Помогайте искать. Ну тут... Вот сколько-то смартфистов. Что-то маленькое. Как-то с ним у меня быстро получается. Как-то они, наверное, изучали психологию. В поисках цифр. Так. Это у нас что? Это у нас уходовая такая штучка. Targeted Treatment for Eyes and Lips. Total Lip... Ой, пардон. Все прыгает. Total Lip and Eye. То есть это какой-то, видимо, гипоаллергенный. Без парабенов. Крем для всех типов кожи. Наверное, питательный крем для губ и глаз. Ну, надо подумать. Может быть, я в этом маме. Я не пользуюсь отдельно кремом под глаза, если честно. Ну, единственное, что она сейчас достаточно морозная. И... Давайте я попробую его. Если он подходит для губ и для глаз, он, наверное, такой... Достаточно... Достаточно, ну, обычный беленький. Сейчас я ванная губа. Ну, нет, оставлю. Оставлю себе. В принципе... Знаете, если что, можно и на все лицо. Ничего страшного. Никто зайдет. Я просто не люблю вот это отдельно. Глаза... Нет, ну губы-то приходится отдельно мазать. А глаза, они переживут и все вместе. Так. С Максом Спенсером все. Дальше иду я со вспомогательным материалом. И будем открывать ричос. Блин, 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 блин. Это же надо найти опять. Жалко, вы его не видите со мной. А вот, строчка отсвечивает. Пошла за... Сегодня не романтичным инструментом, потому что... Потому что... Ногти жаль. Ногти жаль. Ногти жаль. Так. Очень плотно. Плотно набит. Смотрите, как... О, какая штучка. Как правительство, говорят. Господи. Кисть. Плотно набит. А у нас календарь. Плотно набит. Так, здесь у нас вот такая вещь достаточно приятного объема. Такая немаленькая. Это ночной бальзам для рук. Называется вот он из серии Ритуал Дао. Давайте же познакомимся с ароматом, потому что... О, смотри, здесь такая гелевая текстура. Он, наверное, как типа маска для рук. Плотненький такой. Пахнет ненавязчиво каким-то травным зеленым ароматом. И приносит нам умиротворенность и спокойствие. Вот так, как обещают авторы всего произведения. Пишут, что это ночной бальзам для рук. Его надо вмассировать в руки, кутикулой, перед подходом ко сну. Он... Ну, господи, крем для рук. Ну, наверное, может чуть... Знаете, причем не странно, почему он ночной. Потому что он создает такую немножечко восковую пленочку, что, наоборот, хорошо для дня. То есть он не липкий, а как будто немножечко парафиновый. Так, это отлично. Смотрите, у нас сегодня какой прям удачный день. Все подходит. Так, сейчас я по чайку ударю. А, что минус и плюс. Эти штук, что они же не остывают. Чай. Горячевая для меня. Вы знаете, вот здесь я бы, честно вам скажу, не выбрала бы этот Earl Grey. Видали мы и получше. И по бергамотности, если честно. То есть он такой прям средненький, такой Earl Greyчик. На уровне, там, не знаю, Липтона. Нет, не в восторге. Не в восторге. А вот в Earl Grey я уж и разбираюсь. Так, переходим к гламурному адвент-календарю. Все равно вижу, чуть тяжеленькое. Это тройка хотя бы. Цифра 3 или что? Сейчас проверим, тут печатают. Day 3. Все, нормально. Не читаю, что. Девочки, волнуйся. Мальчики тоже. У нас мальчики тут есть, нет? У нас нет. Так. Опа-па. Вы посмотрите. Это лакшери, естественно. Real лакшери. Если вот вы думали, что это не настоящий лакшери, то это настоящее. От бренда Neom. Я не знаю, какие у вас идут рекламы на YouTube, когда вы смотрите ролики. А у меня, напишитесь у вас также. У меня, короче, идет все время одинаковая реклама. То есть она меняется, наверное, раз в неделю. Ну, понятно, что она как-то связана с своими интересами. Вот сейчас у меня, у меня просто уже до белого коленя довела реклама этого Neom. Они рекламируют какой-то, я так понимаю, электродиффузор для ароматизации помещений. Но каждый же раз. Каждый же раз. Просто. Вот. Ну, она на рекламу распределяется по странам. Поэтому у вас какая-то другая, наверное, будет. Так, давайте понюхаем, что за свеча. Вот такая очень симпатичная. Свеча, знаете, как пахнет? Вот во все остальные британские бьюти-боксы кладут спрей для подушки от местной компании, которая называется This Works. В общем, там есть спрей, который должен способствовать засыпанию, спокойному смыну и так далее. Он пахнет для меня розмарином и лавандой. Вот это тоже пахнет розмарином и лавандой. И, видимо, тоже должно способствовать дистрессу. Ну, я ее, конечно, сожгу. Вот, но... Ну, не знаю. Посмотрим, как она будет пахнуть, когда будет гореть. Но в целом я довольна. Я люблю ароматизированные свечи. Для разнообразия будет от стресса свеча. Поверьте мне, стресс у меня сейчас есть. Я, может быть, вам потом расскажу. Декабрь начался с приключений. Надеюсь, до Рождества мы все решим. Так, это была троечка. Вернемся в чеку. Нет, определенно говорю. Рогрей от вытерть. Не стоит потрачнуть на него средств. Мы будем покупать что-нибудь подешевле и помощнее. Так, пошли духи. Так, пошли духи. Я, знаете, когда монтировала, вот мне кажется, что я по звуку слышно, что я правда смотрю в металлок, а не притворяюсь. Я хочу, что я деду пакетик. У меня пакетика еще не было. Вот. Так, закрываем. Мне кажется, тут надо на 5 адвен барафонов идти. Ой, пробников. И стаканчик не хватит. Побольше стаканчик придется внести. Благо, есть у меня баночки из-под свечей, баночки из-под свечей. Как выбрасывать? Так, это у нас L.M. Parfums. Синеде. Синеде. Не знаю, у него так сложно читать эти названия. Я потом прочитаю, как это правильно читается. Синеде. Ой, насколько я помню, это инжирный аромат. L.M. Parfums. Потому что я его, в общем-то, как летний воспринимала. И расскажу вам, как он мне. Я вообще не любитель инжира, но здесь он необычный. И бренд L.M. Parfums я вообще нежно люблю и обожаю. Тут, кстати, достаточно много ламы должно быть. Вот. Пока я соберусь сделать обзор на весь бренд. Это ж... Посидеем. А тут вот, может быть, случайненько что-нибудь обозрим. Вообще классный. Вообще классный. Нетипичный, как он называется? Господи, инжирный аромат. Будем его... Я его оставлю в пакетике, потому что здесь у нас название. Потому что на этих пробниках у меня название выцветает. От времени. Поэтому очень важно их либо подписывать от руки, либо хранить в пакетиках. Вот так у нас все аккуратненько. Но смотрите, сегодня у нас даже как-то по цвету скоординировано. Я, кстати, мое любимое сочетание цветов. Это зеленый и все оттенки там фиолетово, селенирово. Ну, по-моему, прямо достойно. Сочуем еще. Вот так вот. По-моему, достойно у нас сегодня получилось. Очень я довольна. Все полезное всем буду пользоваться. Надеюсь, вам было интересно. Это все на сегодня. Увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok